В территории аэропорта сражаются засевшие там боевики нацгвардии. Но пока их сослуживцы обстреливают мирных жителей поселка Макаровка, рассказывает Игорь Корнелюк. Станица Луганская, поселок Макарова. Вот нас в 4 утра поздравили артиллерийским огнем. Станица Луганская, поселок Макарова. Центральная улица изрешечена осколками. Тяжелые снаряды, вырывая куски асфальта, разлетались на десятки метров. Вот воронка от снаряда. Кафе-караван разбили, магазины. Разве можно так издеваться над народом? Обещают золотые горы, а нас бомбят и каждый день стреляют. На улице Кирова стерты с лица земли несколько домов. Жильцы в спешке эвакуируются. МЧС и милиции нет. Оцепить территорию и проверить, остались ли не разорвавшиеся снаряды, некому. Как раз он в спальню детскую попал. Ну вот он как раз попал в снаряд детскую. Обстрел в Макаровке начался вон оттуда. Там находятся деревни Нижняя Ольховая, там блокпосты национальной гвардии. Всего было произведено около десятка выстрелов. Четвертый накрыл дом, в котором спали семья Ивановых. Чудом никто не погиб. Серия взрывов закончилась вот здесь, в семейном гараже. Полностью выгорел весь автотранспорт. Автотранспорт. Теперь у семьи больше нет дома. Семья Ивановых выжила чудом. Теперь у них больше нет дома и нажитого имущества. Только страх и шок. Все упали, лежим, лежим. После четвертого взрыва падает крыша. Привалило немного. Отца немного привалило. Я выбрался. Ну, в принципе, его попытался вытащить. Вытащили. Все сразу выбегать, ходить к соседям. Каждый такой обстрел оборачивается новой волной ненависти к агрессорам. Мамы, встречайте ваши детей. Груз 200 к вам придет. Если вы не предпринете никаких мер, народ восстал. Народ уже есть чем защищаться, поверьте. Защищаться есть чем. К Луганску сейчас стягиваются крупные силы. Дальнобойщики подтверждают, за последние сутки в Нижнюю Ольховую переброшено значительное число танков, зенитных орудий и даже гаубиц. Стрельба продолжается и в аэропорту, где ополченцами блокированы значительные силы. Как предполагают в армии Юго-Востока, часть личного состава нацгвардии готова сложить оружие. Другая пытается этого не допустить. Насколько известно, очень часто происходят драки в их стане. У них есть два клана, так сказать, выходцы из западной Украины и выходцы из Днепропетровска. Вот у них идут внутриклановые драки, пьянки постоянные. Давай по своим точкам. Отсюда до аэродрома не больше километра. Пользуясь плохой погодой и плохой видимостью, мы сумели подобраться настолько близко, что видны вышки аэродрома. Здесь сохраняется неспокойная ситуация. Там впереди работают снайперы, передвигается тяжелая бронетехника. Возможно, боестолкновение. Именно поэтому ополченцы на этой дороге заворачивают весь автомобильный транспорт, который передвигается сюда, чтобы не подвергать опасности мирных жителей. Аэропорт полностью обесточен. Несколько сотен боевиков нацгвардии в полной изоляции без подкрепления и продовольствия. Осада продолжается. Игорь Корнелюк, Виктор Денисов, Антон Волошин. Вести. Луганск. Бои днем начались в Мариуполе. Утром силовики попытались захватить город. А результаты штурма, правда, сообщаются по-разному. Силовики уверяют, что город захвачен. Что туда перенесена администрация Донецкой области во главе с Тарутой. Ополченцы это опровергают. За ситуацией в самом Мариуполе следит Алексей Конопко. Первая волна атаки на Мариуполь началась в ночь на пятницу в 4.50. Об очередной фазе так называемой антитеррористической операции местных жителей, разумеется, никто не предупредил. К баррикадам ополченцев украинские силовики подогнали бронетехнику. На окраинах города бой продолжался 2,5 часа. Сейчас у нас горит здание. То есть стрельба не прекращалась в течение двух часов. То есть постоянные атаки, постоянное нападение. На самом деле не могу вылезти с окна, потому что боюсь, что сейчас снайперы работают. Вроде бы 5 человек со стороны ополченцев убито. Точных данных нету. Дороги к месту событий перекрыты. Есть еще тоже непроверенные данные, что на соседней улице во время событий снайперы поразили двух гражданских человек. Снайперы со стороны украинских вот этих вот попадающих. После 9 утра ополченцы сообщили, что нацгвардия добралась до центра города. Оборону заняли на Греческой улице. Штаб сторонников независимости обстреляли из РПГ, после чего там начался пожар. В полдень Арсен Аваков написал на своей странице в соцсети о захвате горсовета украинскими силовиками. Идет плановая операция по ликвидации укрепрайона террористов ДНР. Операция проходит успешно. Все ключевые опорные пункты террористов на это время взяли. А ты под контроль. По словам Авакова, Мариуполь атакуют силы МВД, нацгвардии, спецбатальоны Азов и Днепр. Правда, на видео, которое появилось в интернете, в перестрелке участвуют и совсем другие люди. Кто они и где конкретно сняты эти кадры, точно сказать нельзя. Но иностранная речь и команды слышны хорошо. По ближайшему зданию не работаем. По этому зданию не валим? Да нет, без команды. Не следуй. Только банк и этот серебрик. Да, но я не буду говорить с моим руками. Вы, Майк, я вижу эту вину. За семь часов карательной операции украинские силовики, если верить Минобороны страны, не потеряли ни одного человека. В ведомстве сообщили лишь о четырех раненых. По тем же данным, в плен попали 30 ополченцев. Правда, сами сторонники независимости рассказали о как минимум одной подбитой бронемашине и многочисленных потерях нацгвардии. Нацгвардия, батальон вот этот Ляшка, я ехал в центре по работе, с магазина выхожу, они едут в сторону аэропорта, четыре машины и два джипа. Сейчас начали дергать людей, у нас буквально там у знакомой дернули брата, он таксист, и сейчас ему предъявляют, что он торгует оружием. Вот это да. И он пропал. Его забрали, его не видно, не слышно. А парень просто таксист. Лежит один человек, у него прострельны ноги. У него просто решили пострелять, он просто шел себе. Потом, спустя некоторое время, ехала машина. Ее не остановили, ее просто расстреляли. Один человек уже лежит в больнице. Это не Украина уже. Да. Мы не простим. У нас 90% здесь против. Бои за Мариуполь идут второй месяц. Перестрелки здесь начались 6 мая. Тогда так называемые батальоны Лешко атаковали ополченцев у местного аэропорта и захватили министра обороны ДНР Игоря Кокедзянова. На следующий день под атакой оказался Горсовет Мариуполя. А 9 мая силовики убили несколько мирных жителей на праздновании Дня Победы. Там порт, морской порт. То есть там это тоже, в принципе, связь. Это, скажем так, это и грузы, это, скажем, туда все что угодно. Сейчас для них это стратегически важно. Украинские чиновники уже заявили о полном контроле над городом. Туда решили перенести областную администрацию Донецка во главе с олигархом Тарутой. В ополчении уверяют, что удержать не удалось лишь казарму местных сил, а все политические структуры ДНР остаются работать в городе. В бывшем штабе ополченцев, которые сейчас контролирует нацгвардия, по словам местных жителей, остаются раненые. Алексей Конопко, Вести. Славянск и его окрестности продолжают обстреливать. Причем, как заявляют в горосполкоме, в ход снова идут зажигательные снаряды. В поселке Черевковка погибли 15-летняя девочка. Несколько человек получили ранения. Что касается ополченцев, то они, как сообщается, вывели из строя три системы залпового огня «Ураган». В самом Славянске острый дефицит продовольствия и воды почти не работают. В больнице нет лекарств и нет света. Тем не менее, там остается порядка 60 тысяч человек, многие из них с детьми. Гуманитарного коридора по-прежнему нет. Правда, миссия Международного Красного Креста, все же, как сообщается, удалось доставить в город гуманитарную помощь. Ее привезли на двух легковых машинах. Все привезено и немедленно передали в больницу. Между тем, Россия призывает международное сообщество разобраться в истории с применением в окрестностях Славянска фосфорных бомб. В том, что это были именно они, сомнений все меньше. Факты в материале Анны Балдиной. 12 июня, 14.35, поселок Семеновка. Украинские войска снова применяют запрещенные к использованию в жилых кварталах заряды с белым фосфором. Кадры дневного обстрела Семеновки снял корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Характерный белый дым выдает фосфорные бомбы. Это боеприпасы, которые запрещены к применению в населенных пунктах и возле населенных пунктов, они запрещены к применению третьим протоколом соглашения о конкретных видах вооружения. Это международное законодательство, и здесь украинская сторона его, безусловно, нарушает. Эксперты считают, без разбора обстреливать населенные пункты запрещенными боеприпасами противозаконно и безответственно. Использовать такое оружие в городских условиях, да еще без разбора, а по видеокадрам прошлой ночи складывается именно такое впечатление, это в высшей степени безответственно. Вполне вероятно, что согласно существующим международным нормам в области использования оружия в населенных пунктах это было противозаконно, особенно если данные боеприпасы применялись именно как зажигательные. В отношении таких случаев действуют особые нормы. Последствия подобных атак в городе могут быть катастрофическими. Пожары, которые не потушить водой, жертвы среди мирного населения. Подобное уже можно было видеть в Ираке в 2004-м и в секторе газа всего несколько лет назад. Если мы вернемся к последнему случаю применения данного оружия в секторе газа и процитируем врачей ожогового центра, которые оказывали помощь мирному населению, пострадавшему, они были на самом деле просто шокированы в происходящем. Были случаи, когда привозили маленьких детей с небольшими поражениями головы, например, врачи скрывали рану, она продолжала дымиться, вытаскивали кусок, он вспыхивал у людей, ну, у врачей практически там в руках или в инструментах и догорал окончательно. То есть люди получают, находящиеся в зоне поражения, они получают ранение очень тяжелого характера, которое очень тяжело вообще на самом деле каким образом лечить. То есть врачам приходится вырезать огромные куски как бы тканей для того, чтобы предотвратить дальнейшее поражение. Фосфор прожигает тело до костей, вызывая мучительную смерть. Есть и отдаленные последствия – онкология, детские уродства. Это полиорганное поражение. Это поражение, ну, во-первых, идет и в дыхание этих ядовитых паров, ядовитых веществ, которые присутствуют в воздухе. Вызывает поражение слизистых и дыхательных путей, проникает в кровь и разносится по всему организму. Отсюда поражение и сердечно-состудистой системой, и центральной нервной системой, что может быть самой опасной. Случаи применения этих бомб требуют международной огласки. Совбез ООН сейчас обсуждает проект резолюции, представленной Россией. В документе говорится о недопустимости использования запрещенного бесчеловечного оружия, о том, что нужно прекратить обстрел жилых районов. Необходимо устойчивое перемирие. Нынешний документ более четко отражает текущую ситуацию на Украине. Это короткий текст. Он охватывает проблемы, которые существуют прямо перед нами на востоке Украины. Он направлен на прекращение насилия, решение гуманитарных аспектов, а также на начало политических процессов и усилий ОБСЕ в этой области. Нет Евросоюза, ни от США официальной реакции на обстрел Семеновки не последовало. Данные, которые доступны даже в интернете, фото и видео очевидцев, до Вашингтона, видимо, пока не дошли, или их предпочли не заметить. Такой вывод можно сделать из брифинга Дженнифер Псаки, официального представителя Госдепартамента США. Вопрос ее давнего оппонента, журналиста Associated Press Мэтью Ли, Псаки застал врасплох. Можете ли Вы сказать что-то о сообщениях, что использовался фосфор? Есть видеозаписи и фотодокументы, подтверждающие факт применения такого типа боеприпасов? Вы имеете в виду применение русскими? Нет, украинскими военными. Я не видела таких сообщений, и я проконсультируюсь с Госдепи, и станет ясно, подтверждается ли такая информация. Только тогда я смогу сделать комментарий. Информацию о применении зажигательных бомб на востоке Украины уже обещали проверить наблюдатели ООН. Россия призвала также подключиться к расследованию ОБСЕ и Совет Европы. Анна Балдина, Вести. Жители Юго-Востока Украины нуждаются в гуманитарной помощи и в гуманитарных коридорах для того, чтобы покинуть зону боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонной беседе со своим украинским коллегой Андреем Дещицей. Кроме того, как сообщает сайт нашего МИДа, Лавров напомнил о том, что особое внимание и забота требуется детям, которые проживают в Донецкой и Луганской областях. Ну а детей из Макеевки, города в Донецкой области, которые находятся в зоне боевых действий, все-таки отправили на летний отдых в Псков. Поездку оплатило движение Юго-Восток. Его лидер Олег Царев сам приезжал провожать беженцев в дорогу. Всего в Россию поехали 39 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет в сопровождении 6 взрослых. В организациях отдыха лично участвовал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Я вот Путин поднимал.